МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Лины Речкина, коротко о главных событиях в регионе. В контрактные сроки уложились, но рассмотреть вблизи, на что именно пошли 65 миллионов бюджетных рублей, воронежцы пока не могут. Исключение сделали только для журналистов. На главной площади столицы Черноземья завершен монтаж самого дорогого новогоднего убранства в истории Воронежа. Как и обещалось, украшения выдержаны в стилистике конца 17-го, начала 18-го века. Центр композиции ель с огромным светящимся шатром, увенчанная двухметровой версией вензеля Петра Великого. Плюс масштабные входные группы в виде кикиных палат, памятник архитектуры Петровского барокко, большая горка и карусель для детей. Качели разных видов, множество украшений и фото-зон. Среди них карета, запряженная четверкой лошадей, растральные колонны, двухметровая фигура молодого и веселого императора, светящиеся фигуры дам и кавалеров. К тому же на площади появился почти настоящий лес из увитых гирляндами елочек. Сейчас специалисты мэрии ведут приемку работ. Когда ее завершат, ориентировочно это произойдет во вторник, будет объявлена официальная дата открытия центральной новогодней площадки города. У нас есть еще целых 16 часов. Для нас это гигантское время. Это очень-очень много на самом деле. Но вы, как видите, уже можете пройтись по площади. Практически все уже стоит, все объекты стоят. Сейчас идут фактически пусконаладочные работы. Вопрос сертификации аттракционов сейчас идет в данный момент. И поэтому надеюсь, что завтра мы все закончим. Очень бы хотелось верить. Я Деду Морозу только вот такое бы отправил в письмецо, чтобы все у нас получилось, чтобы все у нас сложилось, чтобы на площади было максимально безопасно, максимально комфортно каждому жителю нашего города. Набор для рисования, ноутбук, смартфон, трехколесный велосипед и возможность побывать на настоящей стройке. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» вновь помогает исполнять детские мечты в преддверии Нового года. 30 бумажных шаров с заветными желаниями воронежских детей из малоимущих и многодетных семей, а также ребят, эвакуированных в нашу область из Украины и новых территорий России, с елки в здании регионального правительства сняли губернатора и его заместители. Александр Гусев лично исполнит мечты троих ребят. Так, 8-летний Вадим попробует себя в роли машиниста-паровоза и побывает на новогодней экскурсии в замке Альденбургских. 4-летний Денис получит большую машинку, а Виталина, приехавшая к нам из Луганской народной республики, станет обладательницей нового смартфона. Хорошо, что у детей такие очень мирные пожелания, то есть то, что называется «жизнь продолжается», и мы, конечно, стараемся сделать по максимуму, с тем, чтобы дети как можно меньше ощущали вот те сложности, с которыми наша страна сталкивается. Проведем все праздничные мероприятия новогодние и в образовательных учреждениях, и, соответственно, в учреждениях культуры наших. Все организовано, на мой взгляд, поэтому планы здесь наши не меняются. Ну, а всем детям хочу пожелать с тем, чтобы родители их продолжали любить, как любят их сейчас, с тем, чтобы их желания, пусть и вот такие небольшие, всегда сбывались, но прогресс в их желаниях, масштаб их желаний всегда соответствовало их родству такому человеческому. Подождать осталось совсем чуть-чуть. Современное пятиэтажное здание Новоусманской поликлиники, возведенное в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», откроет свои двери уже в январе. Сейчас там монтируют оборудование, расставляют мебель. Готовность соцобъекта оценил депутат Госдумы Евгений Ревенко. Здание втрое больше ныне действующего поликлинического отделения, которому скоро полвека. Оно, кстати, будет работать и дальше. Там создадут профилактические кабинеты для здоровых пациентов. А здесь на новом оборудовании станут лечиться те, кто нуждается в неотложной помощи. Теперь новоусманцы смогут делать компьютерную томографию, маммографию, рентген и не только. Полезная площадь здания – 5000 квадратных метров. Тут и взрослых, и детей будут консультировать профильные специалисты из прежней поликлиники. Штат руководства медучреждения планирует дополнить новыми сотрудниками, не только медиками, но и обслуживающим персоналам, а также добавить три бригады скорой помощи. У нас официально 86 тысяч населения, но реально проживает гораздо более 100 тысяч. И за счет того, что мы пригородные, и за счет дачных участков, то есть должно быть, когда у нас работает 10 бригад. На сегодня у нас работает 7, иногда 8 бригад. То есть вот как раз из-за нехватки медработников. Здесь появились кабинеты, которые из-за небольшой площади у нас там не было. То есть там гериартрический кабинет, кабинет палеотивной помощи, целые неотложные отделения в детстве, неотложные отделения во взрослом. Здесь, в Воронежской области, сформирована программа. Значительная часть средств идет из федерального бюджета. Это 8, почти с половиной миллиардов рублей на программу модернизации первичного звена, но есть еще и областные средства. И я очень рад, что в Новоусманском районе наконец появляется современная новая поликлиника, которая будет запущена в начале 2023 года. Это хороший подарок, замечательный подарок всем новоусманцам, потому что, как выясняется, Новоусманский район, несмотря на то, что это практически, ну, тут граница между городом такая очень умозрительная, это был самый малообеспеченный с точки зрения поликлиник район в области. Можете себе представить? Здесь детское отделение 160 квадратных метров. Сейчас это будет более 2000 квадратных метров только одного детского отделения. Новый год в каждый дом, даже если этот дом пришлось покинуть. Сотрудники Воронежского отделения пенсионного фонда на время стали сказочными героями и подарили настоящий праздник детям, эвакуированным в наш регион с Донбасса и территорию Украины. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой по пунктам временного размещения проехала Анна Медведева. К концу рабочего дня сотрудники Воронежского отделения пенсионного фонда Вячеслав и Евгения меняют офисную одежду на костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В новогоднем спектакле им ассистирует красная шапочка Наталья и Василиса Премудрая, она же Татьяна. Сценарий представления писали сами. Говорят, в этой сказке принципиально нет отрицательных персонажей. Маленький зритель, к которому едут, и без того натерпелся. Так что в пункты временного размещения везут только добро. Самое главное, мы хотим от души всех поздравить и пожелать в новом году исполнения желаний. Мы желаем всем, и детям, и взрослым, исполнения всех самых заветных желаний, самых приятных подарков. И пусть будут только приятные сюрпризы для всех. По традиции, прежде чем стать обладателем сладкого подарка, зрителю необходимо позвать сказочного деда, зажечь елку, отгадать дюжину загадок и, разумеется, встать в хоровод. В этом пункте временного размещения почти 90 человек. Из них три – дети до 14 лет. В Воронеж приехали из ЛНР, ДНР и Харькова. Несмотря на пережитое на представление, за новогодним настроением бегут с радостью. Кто-то даже в карнавальных костюмах. Каждый год очень жду с нетерпением в ожидании новогоднего чуда какого-нибудь. Сюда пришла, чтобы получить хорошие эмоции, впечатления, счастья и хорошего здоровья. И почаще вывываться. Подарить эмоции и впечатления сотрудники пенсионного фонда планируют постояльцам 17 ПВР столицы Черноземья. Чтобы никого не забыть, даже создали специальный молодежный совет, который своими силами собрал деньги и занялся доставкой 650 подарков к адресатам. Новый год – особый праздник. Который дает каждому возможность, ребенку, поверить в чудо. Мы понимаем, как сейчас важно внимание для тех, кто был вынужден покинуть свой дом. В канун Нового года мы с коллегами решили собственными силами организовать новогоднее представление и сладкие подарки детям. Надеюсь, что то, что мы делаем, окажет действительно радость ребятам и их близким. Впрочем, фонд помогает не только накануне главного праздника года и охватывает заботой не только детей. К примеру, в тех же пунктах временного размещения организовывают выездные приемы граждан. С февраля этого года более 7,5 тысяч человек таким образом решили вопросы пенсионных начислений и социального обеспечения. Более 30 тысяч были зарегистрированы в системе персонифицированного учета. Еще один совет ведомства занимается поддержкой участников спецоперации. Так, силами сотрудников ПФР собрали более 1 миллиона рублей. Потратили их на одежду и предметы первой необходимости, которые отправили в танковый полк, где мобилизованные проходили боевое слаживание. Дети специалистов фонда пишут письма поддержки на передовую. Без внимания не остаются и те, кто лежит в госпитале. Забор раздора появился на улице Ленинградской. Вернее, ограждение, отделяющее двор дома номер 55А от стадиона «Буран», там стояло и раньше. Вот только сейчас его переносят ближе к жилой многоэтажке. В результате оказалась разделена баскетбольная площадка. Вместо двух мусорных контейнеров на 330 квартир у жителей теперь один. Исчезло более 30 парковочных мест. Проезд во двор тоже затруднен, жалуются соседи. Они считают, что перестановка забора может затронуть весь микроразон. Автовладельцы, которым теперь не хватает места во дворе, будут парковаться на Ленинградской и Циолковского, что сузит и так не самое широкое дорожное полотно. Да и угонщиков опасаются. Все же одно дело бросать свое авто под окнами, и совсем другое на обочине проезжей части. А еще жителей смущает то, что необходимость перемещения ограды им никто не объяснил. Забор появился в 2021-м. После окончания реконструкции стадиона стоял метрах в полутора от трибуны всех устраивал. Что изменилось сейчас и на каком основании территория Бурана расширяется за счет двора, люди пытаются узнать везде, где только можно. Сейчас у нас сложились огромные проблемы. Во-первых, мы не знаем, что делать теперь с той территорией, которая остается. Мусорный контейнер с одной стороны дома полностью ликвидирован. То есть жильцам приходится идти с первого подъезда по восьмой, чтобы выносить мусор. Ну, хорошо, что сейчас еще зима, а летом-то что будет? Вони мухи. Никто не знает, ни руководство ТСЖ, никто и жители, никто не знает, каким образом выделялся этот участок, кто принимал решение о выделении этого участка, почему этот участок целиком, вот как есть, отошел в пользование этого стадиона. Мы за стадион, нам нравится стадион. Мы любим спорт, мы спортивная семья. Ну, у нас жизнь ухудшилась, реально. Машину не поставить, ну, сейчас зима, никто не играет, понимаете, да? Ну, обычно вот там, на площадке, летом полно детей просто. Ну, теперь дети в баскетбол не играют. Ответ на все вопросы жителей дали в департаменте спорта. Дело в том, что земля эта областная и предназначена для спортсооружений. Это зафиксировано в публичной кадастровой карте. Регион предоставил участок в бессрочное пользование спортшколе Олимпийского резерва номер 21, в чьем ведении находится и сам стадион. А значит, перенос забора полностью законен. На этой территории администрация Бурана планирует разместить разминочную дорожку, необходимую во время проведения соревнований разного уровня, и установить тренажеры, предназначенные не только для спортсменов, но и для жителей окрестных домов. Кстати, ходить на стадион соседи могут хоть каждый день. Теннисный корт и многофункциональные площадки для выполнения нормативов ГТО, а также занятий баскетболом и волейболом, открыты для посещения с 6 утра до 10 вечера. С беговыми дорожками сложнее, там отдельное расписание. Вход на Буран бесплатный, нужно только оформить пропуск у администратора. Ну а насчет того, что перенос забора с ТСЖ не согласовывали, это лукавство, утверждают чиновники. Коммунальщиков об этом предупредили еще в октябре, и тогда же все изменения обсудили с инициативной группой жителей. Несколько сотен юных воронежцев побывали на родине Снегурочки в Костроме. Это уже третья в году экскурсия из столицы Черноземья, которую организует федеральная пассажирская компания, юго-восточная железная дорога и местные турфирмы. Провожать детвору вместе с родителями отправилась и наша съемочная группа. На вокзале Воронеж-1 всегда многолюдно, но на этот раз среди отъезжающих особенно много детей. Целых шесть сотен. Рядом родители, которые провожают своих чат на родину Снегурочки. Это поезд отдельно назначенный, состоящий из 16 вагонов, в котором наши детки совершат увлекательное путешествие в город Кострома. Производилась качественная подготовка в части мойки, дезинфицирующей обработки. В последнее время все очень много болеют, а мы уже тоже, как и все, переболели, но успели выздороветь, чтобы успеть поехать в эту поездку. Но они радуются, дети, и им очень интересно в поездке. У меня уезжает сын. Это все-таки предновогоднее настроение, новогодняя поездка. Детям удалось побывать в гостях у Снегурочки, посмотреть город очень интересный исторический. Надеемся их увидеть здесь восторженных. Перед 18-ти часовой поездкой волонтеры раздают юным пассажирам листовки с правилами безопасности. Ей юго-восточная железная дорога уделяет особое внимание. Чтобы дети не нарушали правила поведения на платформе, именно в агоне, не получили никаких травм, повреждений, и четко следовали инструкциям, как раз таки. Были внимательны, бдительны, следили на платформе именно за движением поездов, а не смотрели в телефоны и смартфоны. Ведь это очень часто распространенная, к сожалению, проблема. Провожаю наших сестер, дочерей. Я считаю, что организация на высшем уровне. За детьми присмотрят, за детьми смотрят классные руководители, родители тоже едут в помощь, и работники, соответственно, поезда. За это им огромное спасибо. Рейсы с детьми – это всегда большая ответственность, говорят проводники федеральной пассажирской компании. Чтобы у ребят от поездки остались только позитивные впечатления, в дороге необходимо все время быть на чеку. Контроль и только контроль. Это, наверное, самая главная особенность, потому что дети активны, дети играются, дети подвижны. И в избежание какого-либо несчастного случая мы должны контролировать ситуацию по всему салону. Приятно вести детей за незабываемыми впечатлениями, потому что назад они будут ехать совсем с другими эмоциями. Будут в восторге, радостные, счастливые. И у нас есть возможность на обратном пути наблюдать за их эмоциями, весельем, радостью о незабываемой поездке. Для федеральной пассажирской компании, ЮВЖД и местных турфирм организация детских экскурсий по городам России – дело уже привычное. В 2022-м это третья и последняя поездка из столицы Черноземья. Исторические здания рядом с Сусанинской площадью, Центральный парк и, конечно, терем Снегурочки в туристическом комплексе, посвященном героям русских народных сказок. Все это юные воронежцы увидят в Костроме за один день. Липецкая область ждет на работу выпускников Воронежского медуниверситета. На встречу со студентами в Воронежский вуз приехала липецкий вице-губернатор Ольга Белоглазова и 15 главврачей региона. Основную задачу этого многолетнего сотрудничества стороны видят в устранении кадрового голода. Сейчас незакрытых вакансий врачей в соседней области около 400. Поэтому руководство региона очень рассчитывает на Воронежский медуниверситет. Тем более, что Липецк занимает второе место по числу поступающих в вуз абитуриентов, уступая только самой столице Черноземья. Но одно дело подготовить и обучить студентов, а другое – предоставить выпускникам рабочие места. С такими реальными предложениями приехали липчане. Для мотивации молодых сотрудников в области разработали целый соцпакет, который, кроме всего прочего, включает деньги на приобретение и строительство жилья для врачей и денежную выплату в размере полутора миллионов рублей. Мы тесно взаимодействуем с управлением здравоохранения Липецкой области и, конечно, стремимся, чтобы наши ребята могли в дальнейшем выбрать те точки, места своей будущей работы на территории Липецкой области. Тем более, она близлежащая и достаточно компактная. Студенты высказали заинтересованность. Для нас сегодня была главной задачей рассказать про Липецкую область, про возможности, а самое главное – про то, насколько сейчас сфокусировано внимательнее руководство Липецкой области для укомплектованности врачами. Для этого принимаются беспрецедентные меры и решения. В столице Черноземья – премьера песчаной сказки. Это новогоднее цирковое шоу от заслуженного артиста России Геи Ирадзе и компании «Росгосцирк». Среди первых зрителей была и наш корреспондент Юлия Золотарева. От этих гимнастических трюков под куполом цирка замирает сердце. Особенно если учесть, что артисты исполняют их без страховки. Здесь нужно полное доверие. И оно есть. Константин Растегаев и Екатерина Запашная вместе и на арене, и в жизни. Так что понимают друг друга с полувзгляда. Мы были заняты тем, что готовили этот спектакль, а, как обычно, на себя времени не хватает. И мы с Костей не успели даже подняться на высоту. Было поэтому волнительно. Еще когда выключился свет, стало еще волнительным 10 раз. Но мы работаем вместе уже давно, и я уверена в своем муже. Меня муж не отпустит. Когда мужчина взял в зубы вот это вот, где на чем держалась девушка, у меня сердце аж екнуло. Я несколько раз аж подскакивала на кресле, потому что с замиранием сердца наблюдала. Я думаю, а не дай бог сейчас упадет, не дай бог упадет. Это эмоции, это интересно. Я человек, которого очень сложно впечатлить, но тем не менее я подскакивала. Роскошь костюмов, масштабные номера от титулованных артистов Росгосцирка, удивительные аттракционные и авторские декорации. Все это можно оценить, только попав на представление. Песчаная сказка – это не просто шоу, скорее театральная постановка с единой сюжетной линии. Начинается все в музее. Один из посетителей находит там волшебную лампу и попадает в сказочный мир. Мне понравились костюмы. Там было много всего. На сцене было много верблюдов, целых восемь. Очень хороший цирк, красочные костюмы, красивые. Что вам понравилось, девчонки? Мне больше понравилось выступление с собаками. Мне понравилось, когда вот эти вот собаки показывают юки. И мне очень понравилось. Я хотела еще раз взводить. Корабли пустыни, пушистые самоеды, грациозные лошади и полуторатонные бегемоты, широко раскрывающие пасть, чтобы отбить мяч. Кстати, действие сказки только манежем не ограничивается. Вместе с главным героем и его спутником Джином в паучьи сети попадают и зрители. В итоге получается представление, которое вызывает бурный восторг у всех, вне зависимости от возраста. Сегодня все представление взорвало зал. И это поистине удовольствие. Мы очень переживали сильно. Конечно, когда ты слышишь отклик зрителей, тебя это вдохновляет. И хочется делать еще лучше, еще сильнее, эмоции больше выдавать. Первое примере, это всегда волнительно для всех артистов, потому что мы в новом городе. Для животных это новый цирк. Все новое. И публика даже новая. Публика отличается от города. Где-то публика более отзывчивая и более раскрепощенная. А где-то публика более скромная. В Воронеже как раз-таки такая раскрепощенная публика, которая благодарит овациями и аплодисментами артистов за их труд. Кульминацией сказки стало появление главного новогоднего героя – Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Под аплодисменты зрителей артисты танцуют возле елки, а главный герой находит то, что искал. Дорогие друзья, мы с нетерпением ждем вас на наших новогодних спектаклях «Песчаная сказка» с 24 декабря по 15 января. Приходите, мы вас ждем. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий и до скорой встречи в эфире.